Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем, как заменить верхний шлейф с фронтальной камерой с датчиком приближения на iPhone 6s Plus. Приступим. Для начала нам необходимо открутить два нижних винтика и отчелкнуть дисплейный модуль. Это вы можете сделать металлической лопаткой. Присоской не рекомендуем это делать. Далее откручиваем несколько еще винтиков. И снимаем металлическую защиту. Отчелкаем дисплейный модуль и верхний шлейф от печатной платы. Все, мы отсоединили дисплейный модуль от корпуса. Откручиваем металлическую защиту динамикой верхнего шлейфа. Убираем металлическую защиту. Вынимаем слуховый динамик. Направляющий фронтальной камеры. Теперь нам необходимо отклеить шлейф от дисплейного модуля. Делайте это аккуратно. Не повредите дисплейный модуль. Шлейф так как поврежден, его можно не беречь. Берем новый шлейф. Его необходимо также установить, как он и стоял. Поставьте его ровно, чтобы датчик света попал в окошко. Устанавливаем слуховой динамик. Теперь необходимо это все прикрутить. Если на вашем аппарате не работает фронтальная камера, либо датчик приближения, то в 80% случаев это проблема в верхнем шлейфе. В 20% случаев проблем может быть и на это впадание влаги, либо какая-то проблема на печатной плате. Это уже нужно делать более точную диагностику. Подсоединение дисплейный модуль и устанавливаем металлическую защиту. Винты не путайте. То есть откуда какой выкрутили винт, туда его и вкручивать. Так как винты разных размеров, часто проблема бывает, что вкрутили длинный винт, а там должен быть стоять не длинный винт, а маленький винтик. Получается проблема. Все, защелкаем дисплейный модуль. Закручиваем два нижних винтика и все. Мы вам показали, как заменить верхний шлейф на iPhone 6s Plus. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк.